Не открывал ситуацию до конца. Остальные уже смотрели просто на мяч и выключились из игры. В том числе и Андрей буквально на линии, пятого я имею в виду, на линии стоял и не включился в игру. Хотя мяч там висел буквально во вратарской. Идут на допомогу. Какая борьба жесткая. Право в том, что тут вафрали спинальный тест борьбы. Петал боролся с Фернандино и вышло так, что Зненацька зачинкуев Гармаша. Олександр Аллів за 5 хвилин до сольстка на перерву. Хочется выйти до непростого матча. Гармаш подвинулся самостійно и побег очень быстро за боковую. Да, смотрите внимательно, Андрей, что происходит. Гармаш самостоятельно покинул поле. По правилам, без разрешения арбитра никто не может покинуть футбольное поле. Можешь упасть, можешь лежать. Другожок-то для Дениса Гармаша. За что? Получается, вот две карточки, очень глупых карточки. Денис, ну надо же включать мозги уже. А вот бачки, какие разберки пришли. Ну это, да, это непонятно уже, почему так реагируют, почему так реагируют Алиев и Семин. Все по букве закона. Претензии только к Денису. Ну надо читать иногда книжки, надо читать правила футбола. Не все знают правила, Алсандр Алсандрович. Ну разве так можно на футбольном поле думать о чем-то своем? Все, подвел команду. Потенциальный игрок сборной. Как можно говорить, вот сейчас смотрит Олег Блохин, который всю жизнь, 20 лет на высочайшем уровне проиграл и собирает команду по крупицам сборную. И он должен ориентироваться на игрока, который не знает правил футбольных. Как можно такого человека приглашать в сборную? И выставить его против сборной Франции или против сборной Англии? После того, как другу желтый Юрий Вакс показал Денису Гармашу, Юрий Семин на эмоциях пробил. У него бутылка была, по бутылке пробил, выбил ее на поле. И от раз уж Александр Алиев сказал, что и я кинулся на тренерский штаб Денисского шахтеря, за крыма на Александра Спиридона. З'ясовывайте стосунки, то, че я так важеннее, что Александра Спиридона могла все пояснить и разъяснить футбольные правила. Александру Алиеву, Юрию Семину. Ну а зараз же Юрий Семин, зараз же Юрий Семин. Ну вот теперь рассказывает тренеру. Ну как тренер доверил ему серьезнейшей игре? Ну что-то показал, кому там убежал. Ну и... Тем более, понимаете, в нашем чемпионате-то были прецеденты такого. Снимали футболку раньше времени. Там, по-моему, игрок Днепра, Инкум снимал. Снимал футболку здесь, на этом стадионе. Коста получали карточки на ровном месте. Ну, зараз так мило спілкувалось с Андреем Шевченко и Мирчилуческо. А килькино, это на повторе было килькино, Андрей Шевченко так за эмоциями вывод из поля Дениса Гармуша, потому что... Ну, Андрей наверняка сталкивался с такими ситуациями в итальянском чемпионате и с таким уровнем игры, напряжением. Там таких матчей гораздо больше. Он все это уже... Ну, скажем так, подбийное вылечение вылечен и Юрий Семин. Юрий Семин вылеченный Юрием Ваксом, арбитром матча, знов-таки за эмоцией. И желтая карточка. Пощастило, что желтая карточка Александру Алиеву. Пощастило, что желтая, хотя мы бачили, как в боях без правил Диев. Очень эмоционально Алиев, человек, который находится на лавочке, он такой же игрок, как и полевые. И должен вести себя точно так же.